с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 8 декабря международный день художника и день образования российского казначейства ну а теперь о родившихся на свет 65 год до нашей эры в этот мир приходит квинт гораций флаг или просто гораций древний римский поэт золотого века римской литературы автор стихов и поды четырех книг лирических стихотворений известных под названием оды юбилейного гимна вековой гимн и двух книг посланий о боге кто не правил с высоты небес землей и человечества что значит этот шум и взоры грозные ко мне все обращенно 1802 год рождается александр адаевский поэт декабрист автор фразы из искры возгорится пламя родился он семье которая принадлежала к старинному княжескому роду принимал активное участие в восстании на сенатской площади за что был осужден и приговорен к восьми годам каторги больше года декабрист провел в одиночном заключении в петропавловской крепости он впал в отчаяние даже помышлял о самоубийстве но нашел силы жить и провел пять лет в сибири после чего был определен рядовым кавалерийский полк который располагался на кавказе где через полтора года и погиб от малярии наш скорбный труд не пропадет из искры возгорится пламя и просвещенный наш народ сберется под святое знамя 1853 год в этот мир приходит владимир гелировский писатель паустовский как-то вспоминал о нем если просторы земли то уж такие чтобы захватывала дух если работа то уж такая чтобы гудели руки если бит так уже с плеча ну а мы добавим что его москва и москвичи настоящая энциклопедия русской жизни рубежа веков 1926 год день рождения тимура гайдара моряка подводника контр-адмирала журналиста и писателя сына известного писателя и отца егора гайдар именно в честь тимура названа знаменитые произведения аркадия гайдара тимур и его команда в 1929 году рождается клара румянова советско-российская актриса театра кино и радио певица которая обладала узнаваемым характерным высоким голосом но и известная в первую очередь работы по озвучиванию персонажей более 300 советских мультфильмов заслуженная артистка рсср 1934 год в этот мир приходит алиса фрейнлих народная артистка ссср и как говорится добавить к этому просто уже нечего супер легенда советского и российского театра и кино в 1943 году рождается джим моррисон американский певец поэта автор песен лидер и вокалист группы за дрос журнал rolling stone включил его в список 100 величайших певцов всех времен ну а в 1945 году рождается евгений стеблов народный артист российской федерации некоторые фильмы с его участием вы конечно же хорошо помните я шагаю по москве по семейным обстоятельствам вас вызывает таймыр 1953 год рождается ким бессингер или как у нас говорят ким бессингер американская киноактриса она блистала в картинах секреты лос-анджелеса восьмая миля привычка жениться бэтмен девять с половиной недель лауреат премии оскар и золотой глобус за роль фильме секреты лос-анджелеса 1966 год в этот мир приходит шинет о конор певица которая заслужила два прозвища ирландская сирена и жанна дарк поп-музыки сумела сделать ирландский рок событием в мировой музыкальной жизни в свое время во второй половине 80-х радиоэфир был буквально заполнен ее хитами сценический образ певицы до сих пор памятен своим эксцентризмом наголо брита голова и бесформенные балахоны эдакий вызов события дня 1660 год в лондоне 12 джельтменов из кружка любителей наук собиравшегося почти еженедельно около 15 лет составляют документ в нем они сообщают об основании коллегии для развития физико-математического экспериментального знания под латинским девизом не верить на слово ну а в 1662 году король карл второй подписал хартию об учреждении под своим патронатом лондонского королевского общества по сути дела английской академии наук 1969 год с конвейера московского завода азлк сошел первый серийный автомобиль москвит 412 авто выпускали до 1977 в первые годы выпуска большая часть москвичей шла на экспорт благодаря надежной живучей конструкции относительно мощному двигателю и таланту гонщиков именно москвит 412 неплохо выступал на различных спортивных мероприятиях 1991 год беловежское соглашение в вискулях под брестом президент рсфср борис ельцин президент украины леонид кравчук и председатель верховного совета республики беларусь станислав шушкевич подписывают соглашение о распаде ссср и о создании содружества независимых государств 10 декабря соглашение ратифицировано верховными советами белоруссии украины а 12 декабря верховным советом россии 1993 год министр обороны сша объявляет что система gps global position system отныне доступна для использования гражданскими лицами система позволяет в любом месте земли почти при любой погоде а также в космическом пространстве вблизи планеты определить местоположение скорость объектов теперь без обычного навигатора нам никуда не деться и не только водителям и пешеходам 2013 год украина в киеве во время митинга на евро майдане свергнут памятник ленину на бессарабке после этого в стране повсеместно сносят памятники вождю пролетарской революции акция получает собственное название ленинопад количество памятников ленину на украине в девяносто первом году оценивалась примерно в пять с половиной тысяч пока до конца не ясно остался ли в стране хотя бы один монумент вождю мирового пролетариата ну и последнее 8 декабря 1980 год убит джон леннон английский рок-музыкант убийца 25-летний марк дэвид чапман он ранил музыканта в грудь спину и левую руку смерть наступила полчаса спустя ранее в этот же день леннон дал убийца автограф чапман работал охранником в больнице на гавайях смыслом его жизни было преклонение перед битлами ну и конечно же особенно перед ленноном беря пример со своего идола он даже женился на японке осенью 80-го чапман отправляется в нью-йорк в книге регистрации в гостинице он ставит подпись джон леннон словно бы отождествляя себя с объектом своего поклонения в 22 часа 50 минут джон вместе с женой йо каона возвратившись из студии звукозаписи входит подарку своего дома у которого музыканта на 72 стрит манхэттене дожидается толпа молодых людей которые жаждут взять автограф среди них был и чапман он ранее в этот же день уже взял у лена на автограф на обложку нового альбома дабл фэнтези который вышел тремя неделями ранее он окликнул леннона и когда тот обернулся сделал пять выстрелов из револьера 38 калибра из которых четыре достигли цели леннона доставили в госпиталь рузвельта однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны в 23 часа 15 минут джон леннон скончался из-за большой потери крови он был кремирован нью-йорке прах был передан йо каона суд признал чапмана вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению он много раз подавал прошение о помиловании и все они до сих пор были отклонены не сотвори себе кумира с вами был николай пивненко в проекте дата